Приветствую вас, дорогие художники! Меня зовут Елена Брагина, и сегодня я проведу для вас урок, в котором мы нарисуем вот такую вот сочную клубничку в технике акварель по-мокрому. В этом уроке мы научимся изображать объемные предметы акварели, узнаем, как передавать сочность и реалистичность с минимальным количеством слоев, а также коснемся нюансов изображения белого цвета в композиции. Ну и, конечно же, поиграем с свободными акварельными заливками. Спасибо всем, кто будет рисовать вместе со мной! Итак, мы начинаем! Сейчас я вам расскажу про материалы, которые понадобятся для этого урока. И первое, это, конечно же, бумага. Бумага у меня 100% хлопок, 300 грамм, фактура Фин. Можно взять любую фирму, которой привыкли пользоваться. Конкретно я сейчас буду рисовать на бумаге от Боахонг С8. Дальше кисточки. Кисточки нам понадобится несколько штук. Первая, это широкая кисть для смачивания. Это может быть флеть, либо какая-нибудь круглая кисть с натуральным ворсом. Главное, чтобы она была достаточно большого размера, и вы могли быстро смолчить поверхность листа. Основная какая-то круглая кисть с острым кончиком для больших заливок. Натуральный ворс. У меня сейчас каллиграфическая кисть, но можно взять любую круглую, например, беличью кисть вот такую. Смотрите, что у вас есть. Такого достаточно крупного размера. Далее нам нужна будет синтетическая кисть с острым кончиком. Собирается она в острый кончик у меня. Должна вот так хорошо собираться. Вот. У меня это кисть от Альбатрос Семерка Профи. Вот видите, у него такой острый-острый кончик собирается. Поэтому не нужно слишком тонкую брать. Такой будет работать даже удобнее. Потом я люблю кисточку вот такую со скошенным краем. Это синтетика. И очень удобно ей делать какие-то вот такие заливки и какие-то там уголочки прорисовывать. Ну и это моя основная рабочая кисточка в технике по-мокрому, если на небольшой формат листа. Далее вам нужна будет кисточка тонкая для нанесения маскировочной жидкости, которую не жалко, потому что кисть портится после маскировки. Вот. По кистям все. Краски. Краски я взяла от фирмы Белых ночей. И цвета. Я вам сейчас чуть попозже прорасскажу, какие цвета я использовала. Выкраску сделаем. Потом из подручных материалов еще нам нужна будет маскировочная жидкость. Вот у меня какая-то такая старенькая от Синелье. Ну, выберите, какая у вас есть. Тут неважная фирма. Потом, конечно же, палитра. Пластиковая палитра. У меня вот с красками, которые я наложила в ячейки. А так можно любую, либо пластиковую, либо керамическую использовать. Дальше у нас нужна будет, конечно же, вода. Большая достаточно емкость, а лучше две, чтобы не бегать постоянно, не менять воду. Еще пластиковый планшет, куда вы будете крепить листик. Какая-то непромокаемая поверхность нужна. В данном случае я могу приклеить и на стол, потому что у меня стол тоже играет роль пластикового планшета. А также салфетка какая-то, бумажная, либо тряпочка, которая хорошо впитывает воду. И можно будет с кисточки лишней воды туда убирать. И, в принципе, все. Теперь мы с вами сделаем выкраску цветов, которые я выбрала для данной работы. Вы можете использовать те же самые цвета, либо на подобие моего колорита составить свой. И вот первое, что я хотела передать, это сочность ягодок. Чтобы они были как бы на свету чуть ли не прозрачными, светящимися. Для этого мне нужно выбрать подходящий красный цвет. И я остановила свой выбор на гераневом красном. Вот такой красный, прозрачный. Он имеет прозрачные свойства. То есть в полном, насыщенной мере он такой красный. А если растягиваем, то становится прозрачным. То есть просвечивает бумагу. У него лисировочные свойства. И такие свойства мне хорошо будут, если я буду их наносить и краску не слишком густо. То она будет просвечивать бумагу, создавая некое свечение. Такое подходящее красное. И в пару я еще взяла золотистый, темный. Золотистый, темный. Он тоже имеет прозрачные свойства лисировочные. То есть он хорошо пропускает свет от бумаги. Вообще про пигменты, какие использовать, в каком случае, мы говорим отдельно в курсе. Который презентовали недавно. Там вот будет очень подробно о свойствах пигмента. Какие бывают кроющие, лисировочные, смываемые, не смываемые. И как и где их использовать. Об этом я постоянно говорю. Изучив пигменты, будет вообще проще работать дальше с акварелью. Уже можно будет меньше задумываться о грязи и о том, какую краску взять. Дальше я взяла в тенях такой холодный, более красный. Я взяла в качестве холодного, красного, даже скорее уже больше фиолетовый, вот такой сиреневый хинокридон. Он в смеси с гераневым будет давать как раз такой достаточно темный, я усмешала с гераневым, да. И такой получается какой-то малиновый цвет. Вот мне будет как раз переход от малинового до более холодного, идеально подходящий цвет. В качестве каких-то рефлексов, может быть, стоит где-то использовать королевскую голубую. Она вот разбеленная, то есть в составе содержится белила. Но зато ее можно сверху потом уже на готовую картину, если вдруг затекет красный до рефлексов, то можно сверху как бы нанести, и она будет давать такую некую матовость. И, собственно, будет давать рефлекс. Поэтому я ее тоже использую. Далее в качестве зеленого я взяла обычный зеленый от Невской палитры. Просто название у него зеленый такой. Я его, конечно, в чистом виде не использую, а в смесях. То есть смешиваю, например, с золотистым. Будет такой более теплый зеленый. Немножко красный добавляю. Немножко какой-то голубой можно добавлять. Или, например, кобальт синий, чтобы какие-то холодные такие листочки передавать. В принципе, такой средне-зеленый хороший цвет. Дальше для заливки фона я использовала такую краску от Невской палитры. Берю розовая дымка. Вот такая. Она немножечко как бы такая получается гранулирующая. И не сильно такой чистый цвет, да, где-то в смесях. Ну, он такой немножко, как будто бы где-то мутноватый. Но в целом для фона мне и такой подходящий, чтобы он интересно распадается. И в то же время не слишком привлекает на себя внимание. И в смеси его и золотистый я использовала в качестве заливки фона. Возможно, вам еще понадобится какая-то синяя. Можно это кобальт синий использовать. Особенно, если нет бирюзово-розовой дымки, то его заменить на кобальт синий в смеси с бирюзовым кобальтом, к примеру. Либо там, посмотрите, какой вы синий предпочитаете. Но главное, чтобы он был не слишком термоядерный. И, в принципе, все. Это основные цвета, которые мы будем использовать. У нас будет такой достаточно ограниченный колорит. И в пределах его будем вести работу. Ну что, приступаем с вами к рисунку. Рисунок я буду выполнять на отдельном листочке простой выписной бумаги. Чтобы мне можно было давить на карандаш, чиркать, что-то стирать. И не бояться, что я травмирую акварельный лист. Помним, что на акварельном листе много работать стирательной резинкой не стоит. Иначе мы травмируем бумагу. И заливки, которые будем делать, уже акварелью будут заведомо немножко грязноватые. Поэтому, если не сильно уверены в своем рисунке, лучше всегда делать его на черновике. А потом переносить на чистовой лист. И начинаем наш рисунок с компоновки. То есть мы располагаем наши объекты композиции на плоскости листа. Ищем примерно соотношение размеров их друг к другу, к поверхности листа. Чтобы они не были слишком маленькие или слишком огромные. Ну и выполняем какую-то поисковую работу. Так, как задумывалось у нас. В данном случае я предлагаю вам композиционное решение уже готовое. А вообще тема композиции, она очень обширна и требует отдельного большого разговора. Чуть ли не курса. Потому что это на самом деле очень важная тема. И удачно составленная композиция, это уже, наверное, я бы сказала, если не 50, то даже, наверное, 70 процентов успеха работы. Это очень важная тема. Поэтому композицию призываю изучать всегда. Это формируется композиционное чувство путем насмотренности и путем изучения опыта хороших художников. В курсе мы тоже будем касаться композиции. Я вам расскажу элементарные правила построения композиционных решений, каких-то компоновки там, в зависимости от того, какие вы будете сюжеты выбирать. Тоже будет такой отдельный большой разговор у нас. Здесь мы сильно не будем касаться расположения этих объектов, а нарисуем уже то, что я вам предлагаю на нашем формате листочка. Нам нужно просто эти объекты здесь расположить и соотнести их размером. Начинаем мы все путем поиска. То есть сейчас мы возьмем вот этот общий наш объект, который ягодки вместе с листьями и с цветами, и расположим его на листе, чтобы у нас в целом он не выскакивал, не был слишком огромный и слишком маленький. Поэтому, смотрите, я беру вот такую форму и примерно ищу ее. Как у меня она будет располагать? Там листик может выскакивать, например. То есть в целом ищу целую форму сразу, вместе со всеми ягодками. Насколько у меня будет эта ягодка усовываться? Здесь она у меня будет располагаться. Это, например, здесь. Потому что если я начну рисовать каждую отдельную ягодку в отдельности, то, возможно, я нарисую ее слишком большую, и придется мне потом это все стирать и перемещать. Чтобы этого не происходило, лучше сразу какую-то форму общую нарисовать, а потом уже в ней искать формы более маленькие. И вот общую я примерно себе наметила, как у меня она будет выглядеть. Так, ну, до сюда, да, чтобы здесь место оставалось. Такая типа задумка. Здесь будет просто пятна. А потом уже начинаю размер смотреть по соотношению в этой форме друг к другу. Вот у меня там цветочек такой достаточно крупный есть. Я тоже ищу его форму. То есть сначала я рисую вот такой кругляшок условный. Такой кругляшок условный. Здесь второй кругляшок. Такой овальчик, да? Два цветочка. Третий цветочек тоже условный, такую форму. И ягодки начинаю искать. Примерно, как вот у меня пошла этот стеблик этой ягодки. И сама ягодка. Самая такая крупная. Основная. Ну, примерно так, наверное, да? Если что, изменим размеры. Вторую ягодку тоже еще. Какая она? По размеру. То есть я даже сейчас форму не высматриваю этих ягодок. Примерно, что они здесь пошире, здесь поуже. Я ее не устрою. Чистые поисковые линии. Очень условные. Вот так пошла ягодка. Потом там одна ягодка за ней. Вот она где-то тут высовывается, да? И он там выглядывает, к примеру. Вот так. Тоже ее примерно-примерно ищу. Не прорисовываю. Может быть, это немножко сюда повернуть придется. Тогда я справлю. Поверну потом. И в целом смотрю, устраивает меня данное поисковое мое решение или не устраивает. Если более-менее я попала, как хотела, да? То можно начинать проработку этих всех объектов. Если что-то нужно подвигать, то двигаем пока. Смещаем, допустим, этот пониже немножко нарисовать. Допустим, я захотела пониже смещаем. А там у меня листик еще был, да? Который сюда загибается. Тоже его в целом. В целом его ищу. Что у меня прикрывает цветочек. Самое главное, чтобы здесь цветочек контрастно был по сравнению с листиком. Здесь какой-то стебель пошел. И там листик, допустим, вот так уходит вверх. А этот вот так пошел. Так, так. Там, бун, бун, здесь будет листик. Очень смотрят с ней небрежно. Я начинаю вести рисунок. Но это как бы индивидуальные свойства у каждого художника. Кто-то прям более аккуратно чертит. Даже поисковые свои решения. А я чиркаю, как рука ляжет. Как бы такая особенность личная. Вот. Если в целом мне эта картина устраивает, то есть компоновка, тогда начинаем ко второму этапу. Переходим уже к прорисовке, проработке. Для того, чтобы начать прорабатывать объекты, я прежде всего немножко стерла рисунок, чтобы видно, не мешали лишние яркие карандашные линии. Чуть ослабила клячка его. И теперь будем смотреть наши объекты. Первое мы смотрим форму. Ягодка наша. Какую она имеет форму? Она здесь с этой стороны, с верхней части более широкая. Она вниз сужается. Такая вот у нее форма. И ее мы будем примерно и рисовать. Можно сделать вспомогательную какую-то осевую линию. Начертить так линию. Даже вот так можно начертить, чтобы примерно одинаковые отрезочки были с двух сторон. Ну, как мы в художественных школах строили какие-то графинчики, кувшинчики, вазочки. На самом деле в ягоде не так важна симметричность, потому что, как вы посмотрите, форма у ягод может быть разная. То есть они могут быть и кривые немножко. Поэтому здесь это не важно. Просто главное немножечко форму поймать. Здесь пошире мылоем овальчик. Вниз сужаемся так, как нам хочется. Даже немножечко можно специально дать какую-то выемку, чтобы живость определенная это даст. На карандаш можно давить, потому как у нас здесь черновик. Мы здесь не слишком заморачиваемся над таким чистовым вариантом рисунка. Но в целом у нас эта ягода, она немножко смотрит, как бы вид у нее немножко сверху. У нас такой ракурс. То есть у нас вот эта часть, она как бы такая более широкая, а не сужается сильнее. То есть вот закругление такое. Овальчик здесь, эллипс. То есть вот такое сечение. Вот таким сечением у нас ягодка вниз сужается. Можно себе нарисовать примерно, чтобы это видеть. И получается, для чего это нам сечение нужно? Чтобы мы увидели вот здесь у нас, где отходит этот стебелек. То есть мы видим его где-то в этом месте. Такой полукруг. Здесь будет какая-то выемка. И вот такая штучка. И вот эти листики, которые они отходят, они тут немножко мы их видим вот так. Здесь видим. Здесь загинается. Как бы по этому кругу мы рисуем листики. По овальчику. Примерно их рисуем. Тоже листики не обязательно рисовать так сильно ровно, как я сейчас нарисовала. Можно понаблюдать, взять ягодку и срисовать ягодки. Как они идут, допустим. Если я вот вижу вот этот листик, то он идет немножко по-другому. Сначала вот так спускается, здесь вот так заворачивается. Потом вот этот листик, допустим, вниз пошел. Потом какой-то сильный листик сверх вверх загнулся. На самом деле взять натуру и поработать с ней, пописать натуру, это очень полезно. Вот сломала карандаш. Потому что наш мозг, он любит одинаковое решение выдавать. Даже вот я как бы давно рисую, да, ядра с нарисовала такой заборчик. А когда мы опираемся на натуру, то мы видим, насколько она разнообразна. Здесь есть к чему поучиться и что понаблюдать. Поэтому всегда учимся работать с натурой. А потом, когда рисуем какие-то свои работы, мы вспоминаем об этой натуре. И вспоминаем, что не бывает ничего такого одинакового. Каждый листик имеет свое какое-то направление, свою форму. И рисунки от этого будут только выигрывать. Так, вот. Перерисовала листики я с натуры. И посмотрю форму ягодки. Ну, форма примерно, да. Пусть будет такая. И дальше мы приступаем к другой ягодке. Допустим, вот возьмем вот эту ягодку. Совсем в разные стороны. Засохли листики у нее. Немножко разровняю. Вот. Вот такая, да. Тоже ее смотрим. Формулу ловлю. Так вот. Ракурс вот такой. Тоже немножко как бы сверху вниз ловлю. Ищу ее осевую линии, направление. И потом прорисовываю. Шире сверху, уже снизу. Примерно так. Тоже. И разрез как будто бы рисую. Эллипс такой. И ловлю, где они находятся, черенок этот. Отходящий. Вот черенок. Да, сюда пошел. И от этого черенка теперь смотрим листики. Как располагаются. Тоже может быть как-то сюда один загнулся. Так, чик-чик. Еще вяжу листик вот так загнулся. Сюда пошел листик. Сюда такой двойной. Сюда спускается. Сверху пошел. Второй пошел. То есть листики по кругу я прорисовываю. Посматривая на натуру. Чтобы было поинтереснее. Туда один листик. Сюда листик. И вот таким образом я завершила. Внутрь там какое-то углубление. Где этот черенок отходит. Вот такая она. Смешная. Лохматая. В плане листовые ягодка. Вот. Дальше у нас третья ягодка. Но ее мы уже прорисовывать не будем. Потому что у нас важные первые две, которые на нас смотрят. А третья это так уже. Дополнение. Не столь важное. Она нужна больше как цветовой какой-то акцент. И тональный акцент. Вот так. Поэтому ей я уже условно сделаю вот эти листы. Вот так немножечко. И главное вот этот черенок тоже показать. Так. И так. Те нам нужно цветочки нарисовать. Цветочки удобно рисовать. Серединки особенно такие простые. То есть мы находим у них центр. Смотрим сколько лепестков существует данного вида цветка. И от этого центра каждый лепесточек стремится к этому центру. В данном случае здесь 6 лепестков. То есть мне надо разделить условно на две части. И в каждой части нарисовать 3 лепестка. На самом деле такой достаточно важный момент. Потому что когда начинаешь с каждого лепестка прорисовывать. И просто двигаясь по кругу. Обычно нарисуешь не то количество лепестков. Которые есть в натуре. Поэтому здесь надо смотреть сразу. Сколько мы можем лепестков поместить. Ну и примерно их рисуем уже потом. Так. Так. Тоже они немножко разные все формы. Какое-то может быть так вот немножко загнулся. Какое-то из-под другого выглядывает. За этим тоже следим. И изначально должен быть кружок. К которому мы стремимся. Эти лепестки. До которого у нас доходят. Либо круг это. Либо овал будет. Какая-то форма. Иначе тоже можно эти лепестки. Кого-то выскочить. И цветок будет странно смотреться. Заведомо. Это немножко черчение. А потом прорисовка. И вот у меня как раз поместилось. Опять шесть лепесточков. И теперь следующий цветочек. Который немножко как бы так вот загибается. У него. Он уже смотрит. Вот так вот овальчиком. То есть он уже не круглый. Не на нас смотреть прямо. А немножко как бы вниз смотрит. У него тоже тут есть центральная часть. Которая здесь находится. Здесь какой-то вот такой пестик. Там причинки будут выглядывать. И лепесточки. Вот один лепесточек вот так загнулся. Например. Сделать его можно. Один вот так уходит. Тоже можно сделать его немножко загибающимся. Как бы вниз смотрящим. А этот лепесточек сюда уходит. Тоже вот такой. Немножко загнулся. И три лепестка. Которые смотрят просто прямо вниз. Раз. Два. Три. Вот так примерно рисуем. Ну и там будет эти тычинок много. Но я их прорисовывать не буду карандашом. Сразу на акваринолисте уже нарисую. И третий на нас цветовщик сюда уходит. Тоже будет такая у него линия. Стебелек. И он смотрит вот в эту сторону. Примерно так же какая-то. Но смотрит сюда. Тоже у него такой ищен центр. Вот здесь у него будет центр. Здесь у нас будет пестик такой выглядывать. Точинки вот в разные стороны. И лепесточки. Вот эти лепесточек вот так выглядывает. Как бы она смотрит в эту сторону. Загибается. И так же примерно вот эти. Немножко загнуты. Смотрят сюда. Эти уже более прямо выглядят. Раз. Два. Три. То есть все стремится к центру. Каждый лепесточек. Вот в этой течке условно он сходится. И так удобно очень быстро рисовать. Далее у нас листики. У листиков тоже. Центральную часть удобно нанести сначала. А потом уже боковинки прорисовывать, прописывать. Здесь у нас листики не будут слишком проработанные. Потому что они больше как для контраста тут нужны. Не будем мы их прорабатывать в этой работе. Тебя надо для себя выяснять. Про что у вас история. Про цветы, про ягоды или про листья. Если все одинаково проработанное сделать. Но это как бы нормальная история для какой-то ботанической иллюстрации. То там все равно акценты чем-то дают конкретно. Но в случае акварели по мокрому. Это будет уже не акварель. Не скетчевая какая-то легкая акварель. А именно ботаника. Если проработанное будет все так хорошо. Поэтому если у нас тут листики не главные. То мы их так сильно не прорабатываем. Но они играют такую хорошую роль. Нужную для того, чтобы придать контраст работе. И еще в том случае, что листья у нас зеленые, а ягоды красные. Это будет дополнительный цветовой контраст. Ну вот примерно такая композиция у нас получилась. Теперь этот рисунок нужно перевести на акварельный лист. И потом приступать уже к работе акварели.